Магнитогорск готовится к майским праздникам. На аппаратном совещании в администрации обсудили промежуточные итоги санитарной уборки города и рассказали о мероприятиях, приуроченных к Первомаю и Дню Великой Победы. Подходит к концу первый месяц плановой санитарной уборки города. Промежуточный результат собранного мусора в этом году больше, чем в прошлом. Сейчас продолжается очистка дорог, сбор старой листвы и санитарная обрезка деревьев. Навели порядок на разворотных площадках, где паркуются маршрутные такси. Обследовали 29 из 40 строительных конструкций в центре города. Организовали уборку и городских кладбищ. Управляющие компании вышли на субботник на своих территориях. 139 организаций, обеспечивающих управление жилищным фондом, все они закончили первый этап проведения уборки на триквартальной территории, очистили территорию от бросового мусора и приступили к работам по уборке листвы. Лучше всех убирают закрепленные территории общества с ограниченной ответственностью ЖРЭЛ-3, ЖРЭЛ-12 и ЖРЭЛ-2. Немного отстает Левобережье. ЖРЭЛ-4. В субботниках на придомовой территории приняли участие всего 2500 человек. В основном горожане наводили порядок в составе своих коллективов, учащиеся возле образовательных учреждений. Завтра в городе состоится еще один внеплановый день чистоты. Город надо, так сказать, привести окончательно в тот вид, который мы для себя считаем приемлемым и который будем поддерживать весь период, все лето. Своё мнение по проведению уборки территории высказал председатель городского собрания депутатов. Александр Морозов, ссылаясь на московский опыт, предложил по возможности не собирать прошлогоднюю листву. Её отсутствие пагубно влияет на рост молодых деревьев. Экопарк вообще трогать, наверное, нельзя. Я думаю, там профессионально к этому подходят. Листья не собирает, потому что это лесной массив практически единственный на территории города. То же самое в некоторых оазисах возле парка, на территории парка Увечного огня. Там Лисминечная аллея и так далее. Но вот если следовать логике правительства Москвы, то и вот такие зелёные оазисы тоже не стоит трогать в плане сбора листвы. О предложении было принято решение подумать, а следующие изменения уже закреплены. В этом году традиционное первомайское шествие проследует до площади народных гуляний. Там будут работать детские площадки и состоится выступление местных коллективов, а также челябинской музыкальной группы и певицы Алены Апиной. В 73-й годовщинам Великой Победы приурочены более 100 мероприятий. Одно из них – раздача георгиевских ленточек. Состоится акция 4 мая. Места проведения акции «Георгиевская ленточка» в городе Магнитогорске – это пересечение проспекта Карла Марса и улицы Завинякина, пересечение проспекта Ленина и улицы Ленинградской, площадь Победы, площадь перед главным входом в Магнитогорский государственный технический университет имени Носова. 9 мая в 10 утра состоится торжественный парад. В 12 часов от улицы Ленинградской пройдут участники акции «Бессмертный полк». После возле курантов состоится Бал Победы, а завершит программу концерт «Симфония Великой Победы» и праздничный салют. Ксения Перчаткина, Влад Набиев, телекомпания ТВН.